Более 400 журналистов из 39 стран мира приехали на медиафорум Санкт-Петербург. В этом году Теалог Культур стал обладателем президентского гранта, что позволило еще больше расширить его географию. Впервые участниками международной медиа встречи стали журналисты и блогеры из Швейцарии, Индии, Дании и Ирландии. Ануч Медави приглашение на медиаконгресс получил благодаря фотографии. Снимок в социальных сетях заметили организаторы и позвали независимого фотографа вновь запечатлеть моменты. Моя фотография победила и была представлена здесь на выставке. Завтра у меня будет презентация, я расскажу о ней подробно. Форум — это не только лекции и семинары, а скорее мотиватор и вектор, а для кого-то еще и первая ступень для осуществления мечты. Так Наталья Любченко в 2013 году впервые попала на этот форум, а по приезду домой решила, что пора двигаться дальше. И вот спустя шесть лет работа на одном из главных каналов страны и диплом за сюжет о блокадных игрушках. Было очень сложно найти таких героев. Многие по телефону начинали плакать и говорить, нет, 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 мы не хотим вспоминать, как это было, и мы не хотим рассказывать об этом. А кто-то сказал, да, я хочу, чтобы мир услышал меня, вот эту историю. Обмен опытом, стирание границ и расширение собственного кругозора — все здесь и сейчас обсуждение острых тем, которые у всех на слуху, и профессиональной этике. Лучше заниматься исключительно теми областями мира, в которых у нас есть свои эксперты, есть люди, с которыми можно поконсультироваться, посоветоваться, показать эти материалы, спонтанные информации из соцсети и спросить. Это, наверное, этот город, это, наверное, этот язык, это, вот, возможно, чтобы люди из данной страны выступали с такими лозунгами, и только после того данная информация должна выкладываться на сайт, если он, конечно, претендирует на звание серьезного центра опини. Переход медиапространства на новый уровень стало литмотивом 14-го международного медиафорума. О меняющейся очень быстро среде и совершенно разных запросов поколений говорили сегодня всем. Я считаю, что журналисты, как врачи, они должны постоянно повышать уровень своей квалификации, потому что можно отстать. Вот в нашем телевизионном деле, я 30 лет в телевидении также проработал, и я понимаю, как техника быстро уходит вперед, как творческая мысль быстро уходит вперед, а мы вот бегаем все по съемкам и не успеваем следить за тем, что происходит. Диалог культур продлится в Санкт-Петербурге три дня. Впереди еще много семинаров, фотовыставка, фестиваль документальных фильмов и экскурсии в Ленинградскую область. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День событий.